Всем привет! У меня ничего нового, я по-прежнему злая экстремистка. И было бы совершенно за пределами амебного интеллекта тех, кто поливает мне грязью, если бы я им сказала, что они тоже являются участниками заговора. Правый экстремизм — это просто то, что отклоняется от бесовского мейнстрима. В ФРГ заявили, что будут отслеживать все финансовые операции правых экстремистов. Глава МВД Германии Нэнси Фейзер отметила, что никто из тех, кто делает пожертвования крайне правым организациям, не должен рассчитывать на то, что они останутся незамеченными. Короче, если у вас свое мнение на ситуацию, за вами будут следить. Чистый Китай с социальным рейтингом. Китайцы со своим мнением больше не могут купить билет на поезд. Приверженцы дьявола поклонства хотят реализовать это и в Европе, что шаг за шагом сейчас и осуществляют. Нэнси Фейзер хочет наказывать так называемых предполагаемых экстремистов, чтобы показать назидательный пример другим. Хотя немцы уже давно потеряны, Германия оккупирована иностранцами с 1945 года. Так же, как и Палестина, в принципе, оккупированы евреями и разбомблены ими же. Давайте немного раскроем каждый из пунктов на заставке к видео. 2020. Соблюдайте локдаун, иначе вы убьете бабушек. Конечно, бабушек убил Римдесевир и ИВЛ. 2021. Вакцинируйтесь, иначе потеряете работу и свободу. Конечно, их никогда не вакцинировали, их вексекутировали. 2022. Поддерживайте Украину, иначе вы маринетка Путина. О, меня в этом в Швеции постоянно обвиняют. Оказывается, я шпионка из России, потому что против абортов. Но подождите, российские комментаторы говорят, что пролайферы – это глобалистская пропаганда. Как же мне быть? Возможно, придется создать международную шпионскую организацию пролайферов-глобалистов. Сделаю все, что угодно, лишь бы народ прекратил расчленять неродившихся детей в качестве жертвоприношения сатане. Забейте в гугле «Сатана и аборты» и зайдите в первые попавшиеся сайты «Сатанинский храм». В соответствии с нашими принципами, которые требуют телесной автономии и действия в соответствии с лучшими научными доказательствами, «Сатанинский храм» религиозно возражает против многих ограничений, введенных государствами, которые мешают доступу к абортам. Пусть вы неверующий, в их руках вы инструмент сатаны, ни больше и ни меньше. И не бывает неверующих, так же, как не бывает беспристрастных. Допустим, вы не верите в Бога, но тогда вы верите в большой взрыв и преклоняетесь перед солнцем. Люди, которые прячутся за фасадом беспристрастности, обманывают, либо они трусы. Никто не является по-настоящему беспристрастным. Заметьте, что моя позиция всегда за жизнь. Я призываю не идти и не убивать друг друга. Я призываю не убивать нерожденных малышей. Я призываю не перерезать глотку теленку. И за это меня называют экстремисткой. За то, что я указываю на экстремизм. Если я экстремистка, то они, получается, миротворцы, миротворец, абортировавший собственных сына или дочь, пожирающий все, что движется, и посылающий под пули наших альфа-мужиков. 2023-й. Поддерживайте Израиль, иначе вы симпатизирующий террористам антисемит. Так нормализует убийство уже родившихся детей, ведь полонаселения Газы – это дети. Что, невозможно быть обеспокоенным убийством детей в любой части мира, не став при этом чем-то врагом? Ежедневно в секторе Газа погибают или получают ранения под 500 детей. Решение международного суда, принятое в пятницу, стало неудачей для Израиля. Отчет Южной Африки, который был сформулирован как геноцид Израиля в Газе, был, по крайней мере, частично заслушан судом, и стране было приказано в течение месяца читаться о мерах, которые она приняла, чтобы избежать геноциды и улучшить гуманитарную ситуацию. Мы сегодня убили 500 детей, но не волнуйтесь, мы подготовим отчет. Это будет самый убедительный отчет. Он не воскресит жизни и не принесет мир. Ну, наша цель и есть снизить численность населения. Если в двух словах, если вы не в этом ящике, то вы антисемит. 2024. Вступайте в армию и воюйте против России, иначе вы эгоистичный лентяй. Правительство бьет тревогу, что Россия может напасть на Швецию. Цель состоит в том, чтобы повысить устойчивость шведов, но существуют как риски, так и вопросы без ответов. Глава армии Великобритании предупреждает граждан готовиться к масштабной войне с Россией. Германия. Граждане должны готовиться к войне с Россией. Уже так знакома стала эта соркестрированная синхронная СМИ пропаганда. И для меня проблема не эта пропаганда. Меня беспокоит то, что большинство людей так легко программируется на убийства друг друга. Как только правительство скажет прыгай, большинство сразу же спросит, как высоко. Как только в новостях скажут бойтесь, большинство начнет трястись от страха. Они буквально готовы позволить отрезать себе башку и играть с ней в футбол на улице. Ваш работодатель только что сказал, что вам нужно отрубить свою правую руку, чтобы сохранить работу. Вы можете потерять дом и все остальное, если не будете соблюдать это новое медицинское предписание, которое ваш работодатель счел необходимым в данный момент. Что вы ответите своему работодателю? Но люди будут ненавидеть вас за то, что вы не раб с промытыми мозгами. Идет информационная война на очень высоком уровне. И постепенно людей делают все меньшими и меньшими людьми. Наши бабушки и дедушки были гораздо умнее. Уж не знаю, чем от чего нас отвлекают. Войной от постфакциональных осложнений, постфакциональными осложнениями от инфляции, инфляцией от сатанистов или заговором от запрета выезжать южнее 60-й параллели. Масса людей в глубине души знает, что с тем, как устроен мир, что-то очень не так. И мы должны попытаться достучаться до них. Но заговорщики это знают. И именно поэтому они взяли под свой контроль основные СМИ и большую часть интернета. Помните, с ними не может быть никакого компромисса, никакой золотой середины. Ну и что, что тракторы перекрыли дороги в Европе? Опять какой-то хоровод для придурков. Что они самих людей-то перекрывают? Дороги самого народа? Вы перекрываете воздух к тем, кто ответственен за инфантицид и за геноцид. А эти протесты приведут просто к повышенной инфляции. То есть они являются инструментом инферналов. Тоже с выборами в марте в России. На канале Навального призывают в полдень приходить в избирательные округи. Ну, сгоните вы туда овец. Ну и что дальше? Через два часа они придут опять домой делать аборты, поедать животных и прививаться. Как ни в чем не бывало. А что ты предлагаешь? Ну, хоть что-то же они делают. Я предлагаю не тратить свое время на отвлекательные маневры и пустышки. Если бы от выборов что-то зависело, нам бы не позволили в них участвовать. Если вы еще не поняли, все наше правительство – это огромная мафия, которая отмывает деньги налогоплательщиков обратно себе через бесконечные войны. Они все ненавидят людей. Им плевать, если кто-то будет страдать и умирать ужасной смертью. Все довольно просто. Как только вы поймете, что правительство лжет нам, ненавидит нас и хочет нас бедными или мертвыми, только тогда мы сможем двигаться вперед. А до тех пор нам всем хребет. Мировой долг составляет 307 триллионов долларов, а внешний долг России – 25 триллионов рублей. Кому, черт возьми, мы должны? Урану нас хотят поставить в позицию не только финансового выживания, безработицы, но и страха перед микробами, в то время как вся эта чушь на 100% выдумана, либо ее можно избежать. Но люди образованы глупыми. Чем образованнее, тем глупее. Не могут понять, что войны прекратятся, если все откажутся воевать. Что болезни уйдут, если прикрыть все больницы, кроме травматологического отделения. Просто-напросто оборвать цикл зла. Запретить иммиграцию. Ведь по мере того, как привитые налогоплательщики умирают, их заменяют в соотношении 2 к 1 эмигранты. Субтитры создавал DimaTorzok